Продолжая запланированное мероприятие к предстоящему Дню Победы, Лига Русской Молодежи организовала вальс Победы. Как заявили организаторы праздника, это еще один способ отдать дань героям, которые положили свои жизни, защищая Родину. Именно сегодня, когда власти пытаются отменить День Победы, стереть с памяти молдавского народа правдивую историю тех страшных лет, потушить в сердцах молодежи огонек гордости за своих дедов и прадедов, еще оставшиеся в живых ветераны как никогда нуждаются в поддержке молодого поколения, заявляют в молодежном движении. До начала концерта была устроена фотосессия на фоне баннера с бронзовым солдатом, который недавно был демонтирован. Это протест власти, который не уважает исторические памятники, памятники Великой Отечественной войны. Мы хотим, чтобы молодое поколение помнило, какой ценой была завоевана победа и благодаря кому сегодня мы живем под этим ярким солнцем и под этим светлым небом. Что для вас получается? В первую очередь, как, наверное, и для всех, мои бабушки, дедушки принимали участие в этой страшной войне. И, к сожалению, многие из них не вернулись с фронта ради того, чтобы сегодня мы спокойно жили. Конечно, для меня это чувство патриотизма, чувство гордости и, наверное, какой-то боли, потому что это все было очень трагично. Вальс Победы – это еще один крик души молодых активистов, которые неустанно твердят, что не только они, но и весь молдавский народ должен помнить подвиги советских героев, освободивших Молдову от фашизма. Что же касается запрета Георгиевской ленточки и объявления 9 мая днем траура, это не что иное, как популистские заявления политиков считают в Лиге русской молодежи. Я не раз говорил о том, что если господин Киртуак или господин Гимпу заявят о том, что солнце не должно светить, от этого оно не перестанет светить. Поэтому это лишний пиар-выдумки для своих румынских унионистов, для последователей Антонеску, Гитлера, в общем, для своего избирателя. Делаются подобные заявления, которые не имеют поддержки в обществе. И поэтому, опять же, еще один раз копнул большой лопатой себе политическую могилу господин Киртуак. Майский вальс объединил представителей самых разных поколений. На праздники собрались учащиеся кишневских лицеев, вузов, преподаватели и, конечно же, ветераны Великой Отечественной. Они сегодня, как никогда, возмущены попыткой отдельных политических сил придать забвению героическое прошлое. Отменить нельзя, ни в коем случае. Народ знает, что такое победа. Тем более, вот те участники, они же знают, какой ценой досталась нам вот эта свобода. И кто это думает, даже слов нет сказать, что это ни в какие рамки не входит. Художественные ансамбли столичных лицеев подымали патриотический дух участников праздника песнями военных лет. Кульминацией праздника стал вальс Победы в исполнении сорока пар лицеистов, одетых в форму военных лет. Вальс Победы Вальс Победы – звено в серии акций, посвященных Дню Великой Победы «Георгиевская ленточка» и проводится активистами Лиги русской молодежи уже несколько лет подряд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова